экс-министр культуры рекомендовал после рекомендации экс-министр культуры владимира мединского министерство образования россии запретила телефоны на уроках с 1 сентября я думаю вот этот человек будет на устах у всех у всех школьников все его будут очень сильно благодарить радоваться этой прекрасной инициативе но об этом сообщил главами просвещения сергей кравцов на общероссийском родительском собрании с чем это связано зачем это нужно делать я честно говоря не очень понимаю запретить телефоны для детей хорошо плохо там можно обсуждать там причины последствия неужели в образовании нет других проблем сегодня неужели у нас системы образования все ништяк ну понятно что баллонская система там которые они вели допустим это для высших учебных заведений но они же сами сказали что цели не достигнуты что никакие другие страны не принимают российские дипломы что нету никаких значит плюсов от этого кроме как формальный повод сократить расходы на образование которые привели приводит к снижению качества образования к отуплению кадров которые готовит наша страна но вы же сами признали но отмените эта страна будет аплодировать вам вам будут жать руки говорить какие вы молодцы школьное образование егэ ну стонет российский народ ну все говорят профессиональное сообщество родительское сообщество мы видим по результатам подготовки школьного образования ну это отупляет детей люди не 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 ему не имеют творческого начала дети не могут достичь тех результатов которые были до егэ мы же понимаем прекрасно что это намеренное снижение качества образования параллельно с этим 80 процентов школ требует ремонт незамедлительного ремонта капитального ремонта но сколько должно пройти времени чтобы школы вообще стали опасными непригодными и под давлением этой объективной ситуации будут закрыты ну 10 ну 20 лет ну понятно что наследие советского союза не безгранично рано или поздно все равно придется собственно к этой ситуации подойти если не будут выделены средства они по всем регионам я смотрю так периодически слежу за разными избирательными компаниями саратовская область не исключение на на приходит это у меня вчера дебаты были на радио и как-нибудь выложу попа покажу вам как это все проходило так представляете приходит единоросс и говорит мы говорит выделили деньги там на ремонт 10 школ то есть 10 там это 15 школ не суть важно не вот в в этих категориях масштабах и человек послушать скажешь нифига молодцы какие они замедлительно нужно отремонтировать 200 школ прямо сейчас в этом году то есть это необходимость а ремонтирует 10 школ то есть если выстроить вот такими вот темпами им потребуется 10 20 лет чтобы отремонтировать все остальные но 20 лет первые которые вы отремонтировали уже снова будут нуждаться в ремонте в результате они эту проблему не решают она неизбежно приведет к каким-то социальным проблемам и к ситуации что школу просто будут закрывать но неужели мединский человек который был он образованием руководил или культуры культуры в культуре такая ситуация в их образовательных учреждениях сферы культуры школе искусств и так далее абсолютно та же картина но неужели вот это не важнее конечно важнее у них и не стоит задача решить проблемы у них стоит задача в лучшем случае создать видимость работы что что-то делается что какие-то решения принимаются что власть не бездействует на самом деле если так атака таковые действия и происходит то они должны зауалировать то что денег не на что никто не тратит и реальных каких положительных изменений не будет в худшем случае они разрушают систему образования намеренно с умыслом разрушают систему образования чем глупее молодежь тем умнее будут мединские ему подобные глазах моего подрастающего поколения наша с вами задача поднимать эти вопросы телевизор это не скажет симоняны соловьёвы эти пропагандоны бесконечные провластные не будут об этом говорить они будут говорить все отлично слава единой россии все хорошо все нормально главное десятки миллионов капают им в карманы за то что они обманывают собственный народ у нас более важная миссия просвещать общество открывать людям глаза бороться за сознание людей на вот таких понятных примерах где люди у которых монополия на власть монополия на принятие решения законов исполнения бюджетов каких-то конкретных решений ни у кого кроме них нет таких полномочий и они эти полномочия вобрали в себя чтобы наше российское общество угнетать обманывать разрушать чтобы она откатывалась назад чтобы потенциал растрачивался там где-то за океаном будут хлопать играть отлично хорошо вы справляетесь молодцы именно это нам нужно зачем нам сильная россия сильная россия никому не нужна ничего не нужна что-то а это а эти они